Продолжение следует... Официальным российским СМИ можете натолкнуться на критику. Но есть вопрос, в котором и одни, и другие часто бывают единодушны. Это оценка белорусских продовольственных товаров. Стремлюсь молочные брать только белорусские. Строгий батька не даст туда добавить всякой дряни, чтобы оно там было. Мне очень нравятся белорусские продукты. Молоко, сметана. Да, очень нравится сметана. Я каждый день сметану кушал. Нам очень нравится. Очень. Очень, честно. Качество. Очень хорошее качество. Я родом из Гомеля, из Белоруссии. Ем в Москве только белорусские продукты питания. Резко отличаются от московских продуктов. Чем? Качеством. Очень напоминает 80-е, 70-е годы. Классное сало такое. Вот они любят, я так понял. Чтобы без прослойки было. Вот мясной такой. У них офигительные продукты. Ну, поинтереснее, чем у нас. И повкуснее будет, и попитательнее. Вот, стопудово. Ну, сделанные с душой, скажем так. Привозите к нам их побольше. КОНЕЦ Девушки отдыхают Работа по душе, достаток в доме, улыбки детей и уверенность в завтрашнем дне Стремясь к этому, Беларусь добилась таких результатов на селе, о которых российской глубинке остается только мечтать На поддержку сельского хозяйства Беларусь вот уже несколько лет направляет 15% расходной части бюджета А у нас в России всего 1% В результате беларусы на 95% обеспечены собственным продовольствием, да и экспорт продуктов питания налажен в больших объемах Как работают государственные деньги на селе нам удалось увидеть на примере 6 беларуских хозяйств Первая из них – открытое акционерное общество «Старица Агра» Это хозяйство коллективной формы собственности, по-старому обычный колхоз 90% акций принадлежит трудовому коллективу, 10% – государству В хозяйство входит 9 деревень Специализация – растение и водство, молочное и мясное животноводство В месяц мы получаем парадка 1,7 млрд от молока, реализации молока, 1,7 млрд на наши деньги Для понимания, 1 млрд беларусских рублей равен 4 млн рублей российских Это, если взять рентабельность, составляет 15-18% на одном молоке Плюс мы продаем где-то парадка 170 тонн мяса Мы мясо продаем на наши мясокомбинаты У нас в зиме заключены договоры о контрактации Получаем где-то парадка 4,5 до 5 млрд выручки Рентабельность получается парадка 10% Это очень хорошая рентабельность на говядине 16 месяцев мы выращиваем среднесуточный вес бычка получается 500 кг Среднесуточный вес по комплексу с начала года составляет 0,70 кг Это второй результат в Республике Беларусь Не секрет, что для нормального развития селу нужны длинные деньги, долгосрочные кредиты В Беларуси и эту проблему решает государство За мою бытность в этом хозяйстве за 8 лет мы практически полностью перевооружились Тоже с помощью государства Значит у нас есть и импортная техника, есть и фэнд, и джандир Но есть наши белорусские, допустим Мы всю технику в основном пробротаем в лизинг Это очень большое дело Мы первоначальный взнос 10% от стоимости техники оплачиваем Получаем технику, работаем, нарабатываем продукцию и потом ей расшитываемся Такая самая ситуация была у нас и по строительству Допустим, то самое картофель охранили Взяли мы кредит под 2%, делали все еще сами Немецкую фирму Гаугеля поставила нам вентиляцию И сегодня мы на Россию, на Татарстан продавали картофель полным ходом Круглый год продаем Казалось бы, при инфляции в 15% столь низкие ставки по кредитам невозможны Но в жизни все именно так В чем же суть белорусского механизма? Закупочная цена на молоко здесь, как и в России, около 8 рублей В розничной продаже, как и у нас, литр молока стоит 30 российских рублей Разница более 20 В России эту ценовую разницу присваивают многочисленные посредники и торговые сети В Беларуси же посредников нет как таковых Добавленную стоимость товара забирает государство А полученные деньги активно используют для субсидирования села Многие, наверное, помнят В Советском Союзе крупные промышленные предприятия имели свои подсобные хозяйства В Беларуси пошли дальше Был указ президента Согласно этого указа Убыточное хозяйство отдавались под инвестора В 2004 году это хозяйство Взял инвестор И начал активно здесь свою деятельность В числе других крупных компаний Косметическая фирма «Витекс» взялась за аграрный бизнес И успешно им занимается На землях теперь уже своего хозяйства Она разместила и часть собственных производственных мощностей Это намного дешевле, чем содержать их в Минске Ну здесь развитие идет более активно В увлечении инвестиций Если мы берем, значит, те цифры Те денежные средства, финансы Которые укладываются в развитие этой отрасли То, конечно, мы пока что не видим рентабельности Потому что эти деньги еще надо отработать Если брать чисто производство, то да, рентабельность есть По такой же инвестиционной схеме создано и это хозяйство Его владелец – предприятие «Беларусьнефть» Сегодня у нас есть порядка 3800 голов крупного рогатого скота Расположено уже на трех объектах Два объекта свиноводческого направления Это 5000 голов свиней у нас сегодня Мы занимаемся на сегодняшний день производством кормов Потому что ставку делаем на животноводство Сегодня у нас молоко – это продукт номер один Который приносит нам сегодня живые деньги За прошлый год мы надоили 6100 килограмм на корову Наряду со средствами инвестора Здесь широко используют господдержку по программе развития села Государство помогает вести строительство, приобретать технику и оборудование Мы построили новый молочетоварный комплекс, новый свиноводческий комплекс Технику также берем в лизинг Для лизинга на сегодняшний день, долгосрочного на 7,5 лет, это 2,1% Да, в Беларуси развитие крупных хозяйств – государственный приоритет Но помнят здесь и о фермерах Они занимают свою нишу в сельхозпроизводстве Не связанную с большими затратами и крупными технологическими решениями Фермерское хозяйство «Росток плюс» сделало ставку на садоводство, плодоводство и выращивание саженцев плодовых деревьев Питомник позволяет вырастить на гектаре 70 тысяч саженцев и иметь на них хороший день Рентабельность наша в разные годы по-разному складывается Но в среднем, я думаю, что больше 25 Господдержка фермера предусматривает и помощь в организации сбыта продукции, и предоставление лизинга по различным схемам Схемы были разные Первая схема – это было удешевление где-то процентов на 20-25 за счет областного комитета сельскохозяйств И таким образом вот этот лизинг был выгоден Лизинг был двухлетний А сейчас последний лизинг – это под 5% годовых на 7 лет Это тоже выгодно В выручке хозяйства лизинговые платежи занимают, ну, мизерное место Примерно? Ну, это меньше 1% Здесь мы увидели фермерство как семейный бизнес На ферме трудится вся семья Это стало делом их жизни Посильная помощь государства и трудолюбие – вот слагаемые высокого достатка фермеров По своим денежным возможностям, наверное, я выше, чем специалист главный в хозяйстве В колхозе-золхозе А это дом еще одного фермера Его хозяйство специализируется на выращивании картофеля На ферме выстроены добротные картофелехранилища, гаражи, цеха расфасовки продукции Рентабельность хозяйства в лучшие годы достигает 100% Государство, конечно, помогает в развитии фермерских хозяйств Во-первых, вся техника, которую мы приобретаем, идет в основном лизинговая поставка Вот все те аккредитования, которые по весенней сел идет, значит, они в стороне, значит, не оставляют фермерские хозяйства Они тоже на уровне, значит, своих колхозов-солхозов, они тоже включают в распределение кредитных вассигнований для фермеров Агрокомбинат «Зержинский» – государственное предприятие одной из крупнейших хозяйств Беларуси Агрохолдинг создан на базе успешно работающей птицефабрики путем присоединения к ней убыточных хозяйств Сегодня «Зержинский» – предприятие полного цикла Здесь есть и производство кормов, и переработка мяса, и сеть фирменных магазинов Чистая прибыль агрокомбината – свыше полумиллиарда российских рублей Средняя зарплата работников – более 16 тысяч на наши деньги Эффективное использование государственных кредитов и умелая работа коллектива обеспечивают небывалые темпы роста Вот этот молочно-товарный комплекс построен за 140 дней Здесь внедрены самые современные технологии Они обеспечивают высочайшую рентабельность и качество продукции Передается по спутнику на кабинет Генеральный может посмотреть, никаких вопросов Войти в один миг у любой сарай Удачный комплекс по своему расположению, по своей технологии На сегодняшний день имеем высокий удой – 26,5 килограмм молока Мем рентабельность – 55,7 процента Три года назад это было убыточное хозяйство Сегодня высокорентабельное сельхозпредприятие, которое обеспечивает высокий уровень производства И самое главное при этом, что повышает заработную плату для своих работников Этот государственный агрокомбинат – первое и единственное на просторах бывшего СССР предприятие Получившее на свою продукцию европейский сертификат качества Ему предложено поставлять товары в Западную Европу, включая Францию и Германию Кстати, в отличие от России, земля в Беларуси принадлежит государству Сельхозпроизводители получают ее в аренду на 99 лет Еще раз убеждаешься в том, что частная собственность вовсе не является условием успеха Успех кроется в желании власти развивать свою страну Пример тому – Белорусское село Мы строим свое производство в интересах людей И, естественно, конечный продукт, во что наценивается, значит, прибыль Распределяем то же самое в интересах тех, кто работает здесь Поэтому не важно, кому будет принадлежать предприятие Самое главное, как распределяется конечный продукт Как распределяется прибыль Здесь крупнотоварные предприятия Имеют преимущество явно перед маленькими предприятиями Перед фермерами и так далее Потому что здесь и сдержки другие Ниже сегодня затраты на единицу продукции Легче обрабатывается земля Дешевле производится продукция растеневодства И животноводство продукции дешевле становится Здесь можно внедрить масштабные такие технологии Мы узнали, что в Беларуси развито производство биотоплива Изготавливают его из рапса, который возделывается здесь повсюду Литр биотоплива для дизеля стоит в два раза дешевле, чем литр солярки Произведенной из нефти Безусловно, экономические достижения белорусского села впечатляют Но добиться таких результатов невозможно без заботы о людях Без решения их повседневных проблем Без создания нормальных условий жизни Решают эти задачи формирование на селе центров роста Агрогородков Такой агрогородок – это новая или восстановленная Оснащенная по последнему слову производственная база Современное жилье для работников Развитая социальная инфраструктура Газ и отличные дороги, соединяющие села Если на карте Белоруссии отметить точками созданные за 6 лет агрогородки Картина окажется примерно такой Эта структурная сеть охватывает всю сельскую местность Так, за 2005-2010 год, когда действовала программа возрождения и развития села В республике было построено 1411 агрогородков Грубо говоря, если у нас 116 районных центров То это получается более чем по 10 агрогородков на район Когда была принята программа по развитию сельского хозяйства По строительству жилья Это дало свой толчок, потому что уже наше сельское хозяйство тоже затухало В свое время были сделаны правильные подходы руководства нашего государства Когда были выделены кредитные ресурсы на строительство жилья Нам выделяли кредитные ресурсы на 40-50 лет на строительство жилья Под 2-3% Ну что, пройдемте? Ну конечно, конечно, заходите Нам дали квартиру Тут у нас есть двухкомнатные квартиры благоустроенные Но потом подумали, написали заявление, попросили и дали нам дом И детки уже подрастают, им на улице лучше бегать Это все по программе президента, построены домики за счет хозяйства И ведь в этих агрогородках нет ничего нового По такому пути шло развитие советского села Предприятия торговли, современные школы и детские сады, дома культуры, медицинские учреждения Обязательные атрибуты белорусского села Общий бюджет района, определенная сумма Так вот 60% в этом общем бюджете занимает финансирование социальной сферы Медицинское обеспечение здесь имеет встроенную структуру Участковые больницы и фельдшерские пункты, которых лишаются села России В Белоруссии укомплектованы врачами и всем необходимым При этом главной задачей сельских врачей остается профилактическая работа В нашей больнице вот уже на протяжении 2008 года Налажены вопросы ежегодной диспансеризации В процессе ежегодной диспансеризации у нас практически охват 99,2 охвата наше население Имеется у нас центральная районная больница Где развернут стационар на 180 коек Поликлиника на 260 посещений смену 19 ФАПов, 6 амбулаторий Обеспеченность врачами 80% Предоставлено нам для медицинских работников 10 домиков Вот именно в агрогородках в Узинском районе Выделяется жилье, жилье благоустроенное И медицинские работники остаются здесь жить и работать Поэтому текучесть кадров очень низкая Детям в белорусском селе особое внимание Сельский учитель воспитывает в них любовь к труду, любовь к родной земле Школы и дошкольные учреждения здесь разные Есть новые, есть советские постройки Многоэтажные в райцентрах и одноэтажные в отдаленных селах Но о каждом из них заботятся, оснащают, нацеливают на результативную работу Детский сад деревни Старица Расположен в здании советской постройки, чистой и ухоженной В дворе обязательный детский огород, возделываемый дошколят В школе та же картина, огород, клумбы закреплены за классами В школе есть все необходимое, интернет, кабинет информатики Ремонтируется и расширяется спортивный зал На сегодняшний день у нас питаются дети все 100% Где-то порядка 30% питаются три раза Потому что находятся в школе до 17-50 Если брать наших выпускников, то они практически 100% поступления В высшие и средние специальные учебные заведения И порядка 40% возвращаются обратно в свое хозяйство Например, у меня в школе работает 4 наших выпускника, педагоги Школа в селе Дещенко относительно новая Построенная в середине двухтысячных Она объединена с детским садом Очень светлая, с просторными коридорами Уютные оборудованные классы Столовая, спортивный зал Большая библиотека Прекрасный актовый зал Все в образцовом состоянии В такой сельской школе и учеба в удовольствии На сегодняшний день у нас 160 учащихся и 42 дошкольника Потому что у нас учебно-педагогический комплекс За последние годы у нас в среднем было 70-80% поступления в высшее учебное заведение Здесь мы увидели то, о чем давно забыли в России Организована пионерская комната А это школьный музей картофеля Хозяйство, в котором находится школа Специализируется на выращивании этой культуры Школьные мастерские с заводскими станками Кабинет домоводства Для девочки учатся шить и готовить Все для подготовки к большой жизни Ведь впереди у каждого школьника Собственная семья и работа Обидно, что в России все это почти утеряно Мне кажется, что у нас вот школа Действительно в государстве занимает самое главное место Интенсивно развивается на селе инфраструктура досуга Созданы центры для проведения свободного времени с разнообразными кружками Спортивная база соответствует самым высоким требованиям У хорошего хозяина все идет в дело Этот спортивный зал оборудован в здании старой котель И футбольная команда у нас И на районы, и на республику ездим И легкая атлетика у нас Я вот по рисованию занял второе место на области А ты? Дзюдо 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 занимаешься? Получают путевки в лагеря дети в санатории В лагеря бесплатные путевки Или с небольшой доплатой Очень небольшой Очень большую Много берет на себя государство И для работников тоже есть санаторные путевки Которые даются фактически бесплатно Через профсоюз И плюс хозяйство помогает Вот так на селе создается система закрепления кадров Не замысловато, но эффективно Кстати, в Беларуси государство гарантирует Выпускникам вузов и среднеспециальных учебных заведений Первое рабочее место Два года после учебы Молодые специалисты работают по распределению Минская область получает ежегодно Только 400 с высшим образованием Молодых специалистов И около 380 специалистов Со средним специальным образованием Но в целом Закрепляемость городской и сельской молодежи Нам дает По исчезанию 2-3 лет Обязательной отработки Дает 34% 34% это та цифра Которая стабильно у нас закрепляется И работает Ну вот у меня отработка заканчивается В этом году Так я думаю еще на ход остаться Жилье мне предоставил колхоз Так как мой муж работает в колхозе Коллектив здесь хороший Вообще, ну понравилось мне очень здесь Мы понимали У работников Минского облсполкома Помогавших нам в поездке по белорусским селам Как у любого хорошего хозяина Было желание показать нам все с лучшей стороны Да, есть хозяйство, где дела обстоят хуже Так в Минской области из 377 хозяйств 8 убыточных Но только 8 Да и не это главное Главное, что мы увидели Стройную систему государственных мер Которые гарантируют сельскому хозяйству Динамичное развитие Здесь понимают Что вложения в село дают не только прибыль Они обеспечивают сбережение корневой системы народа Тех национальных основ Без которых у страны нет будущего И пусть кому-то покажется, что это банальность Но мы увидели Беларусь как большую семью У которой есть любимая родина-мать И есть свой строгий, но заботливый батька Есть уверенность в завтрашнем дне И правительство наше нас поддерживает фермеров Это очень приятно Как-то мне и здесь неплохо Здесь мои родители, я здесь выросла, я здесь училась Здесь мои друзья Я считаю, что здесь хорошо Мне нравится, например И жить можно, и работать можно, и детей растить И рожать, как говорится, можно, и растить их можно Мы вообще приезжаем в Сургахстану Астана в Беларуси Мне здесь нравится Как в хозяйстве остался, так и живу Далее в городке домик Домиком доволен Все, зарплата тоже устраивает Хочу, чтобы мой сын продолжил мое дело Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова